Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Ну что ж, я сегодня расскажу вам, как я готовлю бульон. Это очень-очень простой рецепт. Любая из вас может приготовить себе подобный бульон. Насколько он вкусный? Могу сказать, что он не вкусный, но, наверное, очень-очень полезный. Но самое главное, такой бульон я готовлю часто. Прежде всего, потому что потом на этом бульоне можно сварить гречку, можно сварить, на самом деле, любую крупу. Очень часто я готовлю паленту. Сразу поделюсь с вами лайфхаком, как чистить лук. Возможно, вы знаете, а возможно, нет. Но я долгое время мучилась с тем, чтобы почистить лук, потому что начинала чистить целую луковицу. Необходимо отрезать верхушку и основание у луковицы, разрезать луковицу пополам, и вы увидите, что кожура счищается очень и очень легко. Лук я мою после того, как я его почищу. На самом деле, в этом видео не удивляйтесь, я сначала буду, получается, обрабатывать каким-то образом овощи, отрезать верхушки, то, что мне нужно, то, что мне не нужно, только потом мыть. Ну что ж, луковица готова. Сейчас я возьму сельдерей. Рецепт классического итальянского бульона таков. Необходимо взять примерно литр, либо полтора воды. Необходимо взять одну целую луковицу. Желательно ее не разрезать, потому что потом любая итальянская хозяйка луковицу вынимает. Необходимо взять сельдерей, несколько морковок, одну картошку и одну небольшую помидорку. И один небольшой помидор. И таким образом мы получим классический итальянский бульон на основе овощей. В Италии большинство блюд готовится не на воде, а как раз-таки на вот таком легком овощном бульоне. Что ж, я беру сельдерей. Я уже рассказывала, что вот эта часть, она как раз-таки подходит для варки. А то, что поплотнее, прямо-таки стебли непосредственно у корня, они больше подходят для того, чтобы их есть непосредственно, непосредственно без термической обработки. Убираю все, что я должна выбросить. Сейчас я помою. Сейчас я помою овощи. Включая морковь, которая в Италии уже продается мытой, я не буду ее чистить. Иногда я тру морковь, иногда этого не делаю. Сейчас посмотрю, подумаю, как будет в итоге. Я удаляю корешки, удаляю вершки и отправляю все тщательно мыться. Холодная проточная вода. Немного я оставлю овощи, чтобы они побыли непосредственно в воде. Потом оставлю их сушиться на тарелке. В это время я разделаю капусту. Беру самый обычный вилок капусты. Я думаю, что вы увидите, как сильно отличается капуста, которая растет здесь в Италии, от той капусты, которую мы привыкли видеть. У нее и другая форма, и другая плотность. Иногда мне удается найти ту капусту, к которой я привыкла. Но чаще всего мне приходится иметь дело вот с такой капустой. Она менее сочная. И в салате она менее вкусная. Если вы живете в Италии, пожалуйста, если вы любите салат из капусты, весенний, салат молодость, салат здоровья, витаминный, все мы его помним, очень многие ели его в столовой, то, пожалуйста, имейте в виду, что вот такая капуста, она менее всего подходит. А круглокочанная капуста, она подойдет вам лучше. Режу капусту. Ее можно, конечно же, потереть, но мне удобнее порезать, потому что потом я не должна буду мыть терку. И могу сказать, что у меня, наверное, получатся классические щи. Конечно же, в итальянском бульоне, о котором я упомянула вначале, по рецептуре никакой капусты быть не должно. Но я очень люблю капусту. И я использую капусту, делаю щи. Если овощей у меня получается очень много, я потом их обжариваю на сковородке. И часто предлагаю детям вместе с рисом, либо вместе с пастой. Они едят это как гарнир. В особенности это любит Егор. Могу сказать, что если вы очень-очень хорошо, откинув сваренные овощи, в моем случае это будет капуста и морковь на дуршлаг, позволите стечь бульону, вы сможете добавить небольшое количество муки. В моем случае это всегда рисовая мука, примерно 2 столовые ложки. И потом просто замесить так называемое тесто руками. Овощи будут очень мягкие, и у вас получатся самые обычные овощные котлеты. Мои дети их очень любят. Ну что ж, я закладываю овощи, которые я приготовила, порезала, просушила, непосредственно в кастрюлю. Далее все стандартно. Я доливаю необходимое количество воды. Солю я или нет? Вы знаете, если я варю для себя бульон, я его предпочитаю не соленым. Я настолько привыкла есть без соли, что мне кажется таким бульон, в общем-то, достаточно вкусным. Хотя в целом, опять же, говорить о вкусности такого бульона, я думаю, очень-очень сложно. Я думаю, что любая хозяйка меня поймет. Но если я варю для детей, знаю, что вечером я буду готовить что-то на этом бульоне, я предпочитаю его посолить. Что ж, я решила все-таки морковь потереть, потому что, да, просто решила потереть морковь. На самом деле, этого можно и не делать. Опять же, если вы будете использовать для овощных котлет морковь, вы можете сварить ее целиком, и потом просто вилкой, либо даже руками ее растолочь. Это будет сделать очень и очень просто. Отправляю все непосредственно в кастрюлю. Единственный мой совет, которым я сама при не брегла в этот раз, выкладывать луковицу все-таки в самом-самом конце. Таким образом, вы сможете без труда ее убрать. Потому что, если вы оставите луковицу в бульоне, бульон будет иметь неприятный луковый привкус. Привкус прямо-таки застарелого лука. Его в особенности чувствуют дети. Заливаю воду. Традиционно я использую воду из бутылок для приготовления бульона. И все отправляю на плиту. Сколько на медленном огне я варю. Но опять же, все зависит от количества воды. Но примерно полчаса, минут 40 все это варится. И, кстати, хочу показать вам зерна, которые традиционно я проращиваю. Вот так они выглядят после того, когда они сутки пробыли в воде. И меня часто спрашивают, как я проращиваю. Я проращиваю прямо-таки в полстакана воды. Примерно 2 столовые ложки. Вот такой у меня бульон получился. Мне кажется, он выглядит очень аппетитно. Добавляю, конечно же, перец. Я очень люблю перец. Иногда я добавляю куркуму. Я добавляю небольшое количество семян подсолнуха. И, конечно же, оливковое масло. Этому я, кстати, научилась здесь в Италии. Насколько я помню, в России никогда не заправлялся бульон, либо щи, либо суп. Растительным маслом, возможно, это связано с тем, что используется традиционно так называемая обжарка. Овощи обжариваются, потом заливаются водой. Что ж, всем желаю приятного аппетита. Увидимся очень скоро. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока.